Друзья, рынки не могут оправиться после заседания ФРС, S&P 500 потерял весь рост за последние 30 дней, а биткоин прижали обратно на 17 тысяч, и эта тенденция может сохраниться на следующий год. Мы разберем выступление Джерома Пауэлла и обязательно затронем актуальную ситуацию вокруг Бинанс, на которую продолжается атака. Хорошо ли держит удар СИЗИ, а также другие важные новости касательно криптовалютных кошельков и Дональда Трампа в этом выпуске. Прогноз о том, что учетную ставку США поднимут на 50 базовых пунктов оказался правдивым, как и мое предположение о том, что в цену биткоина уже заложено данное событие. Перед началом заседания его курс хорошенько подрос и даже перепрыгнул планку в 18 тысяч долларов. Но как только новая ставка была объявлена, то все сразу же спустились на землю, как и сам биткоин. Теперь он торгуется около отметки в 17 тысяч долларов, и что будет дальше, можно понять по риторике главы ФРС Джерома Пауэлла. Что же случилось? Для начала он напомнил о целях, которые преследует ФРС, а именно показатель инфляции, который должен составить 2%. Как мы знаем, сейчас это чуть больше 7%, что все еще достаточно далеко от желаемого. Причем, как заявил Джером Пауэлл, скорость достижения цели не столь важна. Главное, результат, к которому они должны прийти. ФРС непоколебимы в своем пути, который наметили, и хотят увидеть как можно больше доказательств снижения темпа в инфляции. Помимо этого, их устраивает текущий уровень безработицы в 3,7%, на который они будут закрывать глаза, пока он не достигнет значения в 4,6%. По своим заявлениям, ФРС вообще не собирается понижать ставку в 2023 году и планирует довести ее до 5,1%. Это выше, чем ранее ожидал рынок, но тем не менее, мы уже очень близки к этому. Так что можно сделать вывод, что учетную ставку уже не будут сильно повышать. Ее будут поднимать либо очень плавно и по чуть-чуть, либо после 1-2 повышений в следующем году полностью прекратят эту затею. Но опять-таки, они будут следить за показателями инфляции и могут еще вернуться к своей жесткой монетарной политике. Если говорить о криптовалютном рынке, то создается такое впечатление, что он просто ждет подходящего момента, когда ФРС даст слабину. Потому что на фоне данных об инфляции произошел рост, но после того, как Паул провел ястребинную пресс-конференцию, все резко развернулось. Так что хоронить криптовалюту нельзя, просто еще не пришло время. Крах Terra Luna, FTX и многих других крупных компаний уже скинуло огромное количество людей с рынка, что даже спекулянтам теперь нечем заняться. О чем мы говорили в прошлом ролике. В большой степени остались только ходлеры, которые постепенно накапливают свой капитал. Тем не менее, еще есть два очень важных и тяжелых вопроса. Дойдет ли дело до серьезной рецессии в 2023 году, а также выдержит ли Binance большое количество фуда, направленного в ее сторону. Об этом мы поговорим далее, после одного напоминания. Хочу сделать апдейт по акции World Cup Wizard Battle с призовым фондом в 1 миллион долларов от криптобиржи Bit.com. Вы еще успеваете поучаствовать до 19 декабря. Для этого нужно создать аккаунт на бирже и пройти KYC, за что вы сразу получите полторы тысячи баллов активности Radbit. Еще больше баллов получат все, кто внесет депозит, будет торговать на бирже, пригласит друзей и за другие простые действия. Также заработать Radbit можно за прогнозы на результаты матча и чемпионата мира по футболу. И у вас есть возможность сделать это во время финала Аргентина-Франция 18 декабря. Помните, что прогнозы закрываются через 30 минут после начала матча. После завершения ивента среди всех владельцев Radbit разделят призовой фонд в миллион долларов. Пользователи биржи смогут и дальше получать доход за счет постоянных акций Daily Airdrop и Blindbox. Это бонусы для всех, кто активно торгует и вносит депозит. А также на продукте для пассивного дохода EARN с поддержкой более 20 популярных криптовалют. Например, есть вариант депозита в USDT на 8 дней под 80% годовых. Для доступа к EARN продуктам нужно в мобильном приложении биржи перевести средства в Matrixport. Под видео оставлю ссылку, по которой вы можете узнать подробнее про акции и создать аккаунт на bit.com. Средства массовой информации продолжают давить на Binance. Хотя на этот раз и не специально. Фуд произошел от сенатора Республиканской партии США Билла Хаггерти, который заявил, что биржа Binance имеет тесные связи с властями Китая. Это заявление прозвучало прямо во время слушания в Банковском комитете США и его даже поддержал представитель демократической партии, сенатор Марк Уорнер. На самом деле, ранее такие слухи уже распространялись в СМИ, еще в конце лета этого года. Причем, по информации от одного аналитика, это было компанией черного пиара от биржи FTX. Тогда Чан Панчжао опроверг связь Binance с Коммунистической партией Китая и напомнил, что является гражданином Канады. Также он добавил, что сама биржа распространена по всему миру и не является китайской не только юридически, но и в культурном плане. На недавних слушаниях в Конгрессе США также прозвучал негатив в сторону Binance, но теперь от Кевина О'Лири и уже с другим посылом. Он заявил, что Binance это масштабная, нерегулируемая глобальная монополия, которая выбила FTX из бизнеса. Это, конечно, интересная риторика, учитывая, что ранее он заявлял о потере всех тех миллионов долларов, которые он получил на лапу от FTX. По мнению О'Лири, получается, что если бы Сизи не начал историю с продажей FTX, то FTX могла бы и дальше спокойно воровать деньги клиентов и тратить их как на спекуляции на рынке, так и на свои личные нужды. Тем не менее, похоже, что Чан Пан Джао держит удар. Как мы помним с прошлого выпуска, в сети уже началось беспокойство касательно точности проверки от аудитовской компании Мазерс, которые отчитались о резервах биржи Binance. После этого с биржи начали выводить криптовалюту в большом объеме, но биржа показала, что данный стресс-тест она пока выдерживает. В своем вчерашнем интервью для CNBC Чан Пан Джао заявил, что люди могут вывести 100% активов, которые у них есть на Binance. И с этим не будет проблем в любой конкретный день. Он обосновал это тем, что биржа не работает по модели частичного банковского резервирования, когда на платформе кредитной организации хранится лишь часть депозитов. Мол, все активы пользователей обеспечены один к одному. Касательно проверки от Мазерс он тоже объяснился. Сизи рассказал, что полноценная проверка не была проведена, так как многие аудиторы опасаются работать с криптовалютами, а некоторые просто некомпетентны в этой сфере. Если честно, от такого объяснения легче не становится. И это никак не говорит нам о том, что все точно в порядке. Тем не менее, мне понравился его свежий твит, продолжайте строить, ребята. Не отвлекайтесь. Что ж, отвлекаться мы не будем, а наоборот, будем пристально следить за всеми новостями и событиями, которые оперативно освещаем в нашем телеграм-канале. Например, Мазерс отказались от продолжения работы с криптобиржами и удалили все отчеты, в том числе от Binance. А так хорошо все начиналось. В общем, ссылка на коинпост в телеграм, как обычно, в первом комментарии. Перейдем к более позитивным новостям. А именно о партнерстве криптовалютного кошелька Metamask с платежной сетью PayPal. Об этом объявила компания Consensus, которая является разработчиком Metamask, и куда идет часть вашей комиссии с каждой транзакции. Теперь пользователи из США смогут напрямую покупать монеты эфира со своего счета PayPal прямо из мобильного приложения Metamask. Надеемся, что эта функция станет доступной и для многих других стран. Ведь, во-первых, это удобно. А во-вторых, таким образом быстрее произойдет криптовалютный масс-адопшен. И, кстати, главный конкурент Metamask, Trust Wallet, также пытается не отставать. Данный кошелек активно развивается и теперь добавил возможность обменивать токены между разными сетями в своем приложении. Эта функция стала возможной благодаря интеграции децентрализованного протокола ликвидности TorChain, который, по сути, упрощает работу с криптовалютой. Ведь разных сетей сейчас довольно много, и это удобно, когда для обмена не нужно прибегать к сторонним сервисам. И, что немаловажно, к централизованным биржам. К сожалению, функция пока что доступна только для пользователей Android-устройств, но позже появится и для владельцев айфонов. Напомню, что совсем недавно Trust Wallet добавил браузерную версию своего кошелька, из-за чего цена токена TWT значительно выросла. Но, конечно, выросла она потом намного больше. От истории вокруг биржи FTX. И активного продвижения со стороны главы биржи Binance, Чан Панаджао. Напоследок, нельзя не упомянуть об интересной новости от бывшего президента США Дональда Трампа, который стал ближе к миру крипты. Он создал свою коллекцию NFT на базе блокчейна Polygon, которая насчитывает 45 тысяч экземпляров. Цена составила 99 долларов, и в рамках распродажи проводится специальная лотерея, в которой разыгрываются такие призы, как звонок Дональду Трампу в Zoom, или один час совместной с ним игры в гольф. Стоит отметить, что ранее миллиардер скептически относился к криптовалютам, но теперь, похоже, он понял, что из-за этого можно извлечь выгоду, так еще и таким образом повеселиться. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк этому выпуску, а также подписаться на канал, ведь наши видео выходят регулярно, и мы стараемся рассказывать про самое интересное и важное из мира криптовалют. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост.